У каждого поколения есть свои герои. Кому-то суждено стать великим медиком, кто-то добивается небывалых высот в спорте, кто-то делает блестящую карьеру в военном деле. Впрочем, герои это не всегда про завоеванные награды, громкие победы и важные открытия. Героические поступки это еще и оказание помощи тем, кто в ней особенно нуждается. Например, пожилым людям. Вот уже более пяти лет в Тверской области реализуется проект «Подари дрова». Его цель – помочь пожилым людям и инвалидам, которые населяют деревни и села, закупить для них твердое топливо. Автор проекта – торжовский волонтер Николай Романенко. Не так давно деятельность Николая была отмечена на всероссийском уровне. Его проект был номинирован на ежегодную всероссийскую премию «Хедлайнер года-2020». Многотонный самосвал заезжает на частный двор, совершает небольшой вираж и спустя несколько мгновений 10 кубометров колотых дров разом вываливаются из кузова грузовика. Получательница ценного груза – пенсионерка Зинаида Романова. Женщина живет в одном из домов деревни Грузин и Торжовского района. Газа в населенном пункте пока еще нет. Свои дома местные жители отапливают дровами и углем. Ресурсы эти, признается местная жительница, как говорится, на вес золота. Как рассказывает пенсионерка, для того, чтобы отопить дом в зимний период, необходимо заготовить около 15-20 кубометров твердого топлива. При этом стоимость одной машины дров объемом 10 кубометров вместе с доставкой доходит до 15 тысяч рублей. Понятно, что далеко не у всех пенсионеров есть возможность выплатить такую сумму без серьезного ущерба для бюджета. В заготовке дров пожилым людям вот уже почти 6 лет помогают волонтеры проекта «Подари дрова». Его идейный вдохновитель, волонтер из Торжка Николай Романенко рассказывает, как зародилась идея. С 2007 года я занимаюсь оказанием адресной помощи на дому бабушкам и дедушкам. Просто стал замечать, что бабушки и дедушки дома находятся в тулупах. Или стал бабушкам интересоваться, почему вы дома находитесь в тулупах. Вы же не на улице, а вы дома. И вы не с улицы пришли. Ну и бабушки все, как одна, стали говорить о том, что пенсия маленькая, и они не могут позволить купить себе необходимый объем дров для того, чтобы отопить его полностью, как нужно. В рамках проекта «Подари дрова» ежегодно объявляется сбор средств на покупку и доставку дров пенсионерам из самых отдаленных уголков Верхней Волжья. Если в 2014 году тепло пришло в 16 домов, то через год эта цифра достигла 164, а в 2016 — 238. В 2020 году в списке нуждающихся 457 человек. А так как проект реализуется полностью за счет пожертвований, на данный момент невозможно помочь сразу всем. Это значит, что у вас есть шанс стать для кого-то героем, присоединившись к проекту «Подари дрова» и перечислив любое количество средств. К этому призывает и создатель проекта Николай Романенко. Он признается, что для него главная ценность жизни — забота о старшем поколении. Сегодня подобное, к сожалению, не является трендом. Однако пример Николая заставил обратить внимание на это сотни людей, которые стали волонтерами проекта. Меня радует то, что у меня внутреннее удовлетворение того, что пожилые люди счастливы и довольны, и они в тепле. Сегодня проект «Подари дрова» отмечен и на всероссийском уровне. Он был номинирован на ежегодную всероссийскую премию «Хедлайнер года 2020». Проголосовать за проект уроженца Тверской области можно на официальном сайте конкурса. Впрочем, как признается сам Николай, свою деятельность он ведет, разумеется, не ради наград. Для него ценнее то, что он сумел объединить вокруг себя неравнодушных людей, которые готовы помогать тем, кто в этом нуждается.